Завод ЮАР в Шетебриане. 100 лет производства сельскохозяйственной техники благодаря умению и работе людей. Более миллиона наших плугов бороздят земной шар. В 1862 году Жан ЮАР, механик городка оружия, открывает ремонтную мастерскую в городе Шетебриан, департамент Атлантическая Луара. В 1880 году он переезжает на улицу Деферсей и начинает специализироваться по ремонту сельскохозяйственной техники. В 1895 году Жан ЮАР объединяется с господином Дюпре и начинает производство техники на паровых и газовых двигателях. 1 января 1899 года сыновья Жана ЮАРа, Жюль и Франсис основывают компанию «Братья ЮАР», которая уже насчитывает 20 работ. 1906 год. На заводе служат 60 рабочих, производящих 1070 плугов марки «Барабан» и 124 молотилки. Производство растет, и новый завод строится на улице Вазель около железной дороги, чтобы облегчить снабжение и обгрузку с завода. 1926 год. Внедрение в производство новых технологий металлургической промышленности – ковки и термообработки. «Братья ЮАР» В этом же самом году компания «Братья ЮАР» подала 15 890 плугов марки «Брабан» и 1463 сейлки. Чтобы укрепить свою известность, компания разработала рекламный лозунг на бретонском языке «Бурзудус Эйон» и выгравировала его на всех своих плугах. Этот лозунг обозначал это великолепно. 1929 год. Промышленный рост и выкуп литейной франка, основанный в Шотебриане в 1830 году. 8 июня 1944 года. При бомбардировке была разрушена большая часть цехов завода. 1957 год. Создание Европейского экономического сообщества. Постоянно усовершенствуя, компания «ЮАР» всегда прислушивалась к нуждам сельского хозяйства. Сначала в эпоху гужевой тяги, а затем и с наступлением сельскохозяйственной механизации. Трактор приходит на смену лошадиной упряжки. Чтобы укрепить свой рост, компания «Братья ЮАР» покупает предприятия-конкуренты. Завод «Фандор» в Тулузе. Завод «Карьер Гюо» в Каркасоне. И становится «ЮАР-ЮСЕФ», что значит «Союз плугов Франции». «ЮАР» получает известность во всей Франции и в Европе. 1969 год. Первый полет нового сверхзвукового самолета «Конкорд». 27 июля этого же года происходит важное историческое событие. Человек высадился на Луну. А для «ЮАР-ЮСЕФ» это рост механизации. Мы занимаем 55% французского рынка и производим 25 тысяч плугов в год. Чтобы удовлетворить растущий спрос рынка, новые кузнечные цеха были построены в промышленной зоне. Общий штат служащих составляет 1700 человек. 1972 год. Изобретение ромбовидного корпуса, запатентованного в 26 странах. В 1977 году «ЮАР» изобретает технику прямого посева с сейлкой СД-300, которая становится эталоном. 1986 год. Выпуск завода Вашетебриана, миллионного плуга «ЮАР» КР-65Т, проданного господину Лепину, фермеру департамента СОМО. В 1987 году «ЮАР» объединяется с группой КУН, мировым лидером по производству техники для заготовки сена, селажа, подготовки почвы и для посева. 55% ее продукции экспортируются в разные страны мира. 1989 год. После многочисленных побед в чемпионате Франции по вспашке «ЮАР» одерживает победу в чемпионате Европы. Браво, Жак Дюбок! 1998 год. Год рекордов. Франция побеждает в чемпионате мира по футболу. В этом же году Морис Данваль, фермер Британии, побил с большим преимуществом мировой рекорд по вспашке. Он вспахал с 15-корпусным плугом «Челленджер Кюн-ЮАР» 180 гектаров за 24 часа без остановки и вошел в книгу рекордов Гиннеса. 1999 год. 100 лет компании «Братья ЮАР» и строительство нового завода, который позволит нам уверенно войти в третье тысячелетие. С машинами «Кюн-ЮАР» в будущее!